Здравствуйте, меня зовут Петринка Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект изучаем ПЛК-контроллер, электронику и электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с панелью оператора Самкун. И давайте попробуем реализовать следующую задачу. Панель оператора имеет подсветку по умолчанию. Подсветка примерно через 1 минуту после того, как мы не нажимаем на дисплей панели оператора, гаснет. Давайте сделаем программу, с помощью которой мы сможем заблокировать отключение подсветки. То есть мы, допустим, при нажатой кнопке у нас подсветка будет светиться постоянно, не будет отключаться. А при нажатой кнопке подсветка будет работать штатно и отключаться через примерно 1 минуту. Давайте создадим новый проект. Допустим, это будет проект 5. Выбираем модель панели оператора. Предположим, это будет SK 070HE. Горизонтальное отображение. Next. Предположим, будем подключать ее к программируемой реле от компании OIN PR200. Здесь у нас COM 1, у панели оператора UDN модели 2 COMа. Мы подключаемся к COM 1, по интерфейсу RS-385, 89-й контакт, по протоколу MatBus RTU, панель оператора мастер-сети. Next. Finish. Программируем реле, параметры настройок, предположим, у нас сетевые настройки на PR200, 115200, скорость, 8 бит данных, патруль частости соц, 61 100 бит, и предположим, адрес прибора в сети 2. Нажимаем ОК. Пока для нашего проекта это не очень нужные настройки, так как мы будем управлять подсветкой с помощью кнопки с панели оператора. Возьмем кнопку. Здесь поставим галочку, то есть, если мы нажмем один раз, то бит, привязанный к этой кнопке, взведется. Он примет значение 1. Нажмем второй раз, бит примет значение 0. При первом же, это у нас будет внутренний бит панели оператора, поэтому здесь так и оставляем. Если бы мы хотели, чтобы это был бит с PR200, то выбрали бы PR200. Но в следующих видео я сниму, как управлять подсветкой панель оператора с программируемого реле. Это будет у нас локальный бит, нулевой. Нажимаем Enter. Дальше, давайте, тут положим, это у нас будет круглая кнопка. Зайдем сюда и выберем текст. Когда у нас будет отключена кнопка, мы пригласим оператора нажать кнопку с надписью не выключать подсветку. Предположим, будет такая надпись, размер сделаем чуть-чуть покрупнее надписи. И давайте сделаем жирным. Дальше у нас, когда включен, то есть мы пригласим оператора нажать еще раз кнопку надписью выключать подсветку. Размер текста, предположим, у нас будет 15-й, жирный. Давайте выберем картинки. Предположим, при значении 0 у нас будет вот такая картинка. ОК. И, предположим, при значении 1 у нас будет, сейчас посмотрим, вот такая картинка. Нажимаем ОК. Дальше нажимаем ОК. Вставляем. Здесь вот размещаем нашу кнопку. Предположим, будет такая большая кнопка. Давайте следующим шагом создадим макрос. Новый макрос. Предположим, он будет сокращен. Подсветка. Цвет. Подсвет. Здесь нужно писать английскими. Так как макрос будет вызываться в программе. И давайте сейчас откроем инструкцию по программированию панели оператора самку. И здесь у нас есть служебные регистры. И регистр 6106 управления подсветками. Установить бит в состояние вкл для выключения подсветки USD. И в состояние вкл для выключения. Тут у нас для выключения, для выключения. Ну ладно, давайте попробуем сделать это в программе. Давайте воспользуемся условием. if Если локальный билл, бит, локал. Бит. Локал. Здесь букву L пропустим. То, как вы пишите, большими или маленькими буквами здесь тоже имеет значение. Здесь у нас здесь должны быть круглые скобки. А сам регистр квадратные скобки. У нас кнопка привязана к нулевому регистру. Вернее, локальному биту. У нас здесь условие if, то есть если, local bit равен единице. Когда мы нажмем кнопку, у нас локальный бит приобретет значение единица. Здесь мы пишем еще раз в local bit. Квадратные скобки. Ну сразу же пропишу знак равен единица, точка запятой. И вот здесь вот мы наш регистр 6106. Возведем его, то есть сбросим в положение 0. 0, регистр 60 тысяч, вернее 60 тысяч, 60 тысяч, 106. Регистр управления подсветкой. Пробуем произвести компиляцию. Компиляция прошла успешно. Закрываем. Вот у нас появился здесь наш макрос. Дальше давайте вызовем наш макрос, иначе работать не будет. В глобальных макросах макрос с подсветкой будем вызывать каждые 50 миллисекунд. Вызываем наш макрос. И пробуем загрузить нашу программу в панель оператора. Панель оператора у нас загрузилась. Панель оператора у нас загрузилась. Надпись у нас зелёная кнопка. Давайте примерно онлайн зайдём, чтобы можно было пронаблюдать, как это всё выглядит. 13. У нас 52. 59. Сейчас у нас подсветка через несколько секунд должна будет отключиться. Так как по умолчанию у панели оператора, допустим, там где-то в районе минуты проходит, и подсветка отключается. Но я думаю, что в режиме оффлайн эмуляции это не будет видно. Немного подождём. Всё, подсветка выключилась. Теперь я нажму на панель оператора, подсветка включается. В любом месте нажимаю и нажимаю кнопку «Не выключать подсветку». Здесь я немножко недоработал. Заходим снова в редактирование. Делаем мониторинг. И здесь также у нас будет локальный бит нулевой. Потому что, когда я нажимаю кнопку, я не вижу, что кнопка нажата. Загружаем панель оператора. Здесь запускаем оффлайн симулятор. Нажимаем и видим, что у нас поменялась. Кнопка. Так, одно нажатие у нас сейчас выключение подсветки заблокировано. Подсветка будет постоянно включена. Так у нас подсветка будет отключаться. Нажимаю кнопку на панели оператора. Подсветку блокирую. То есть подсветка не будет отключаться. Время 17.55. Так, здесь. Ну и давайте, наверное, пока я буду проверять. Сделаем еще следующее. Возьмем элемент ввод. Ввод значения в регистр. Здесь вот в инструкции найдем регистр 60335. Вот у нас регистр. Это текущая яркость подсветки. И давайте еще сделаем регулировку яркости подсветки. Здесь у нас будет внутренний регистр 60335. Так, это у нас тип регистра LW. Enter. Размер сделаем отображаемых цифр побольше. Предположим, 30. 30. Здесь, что еще можем сделать? Допустим, у нас будет круглый. И цвет фона, предположим, будет какой-то вот такой. Чуть-чуть посветлее. Дальше заходим вот в это окошко и сделаем ограничение. Лучше всего у нас в диапазоне от 150 до 450 регулируется подсветка. Яркость подсветки. Это мы будем регулировать яркость подсветки. Нажимаем ОК. Вставляем. Время уже 17.56, почти 17.57, подсветка не выключилась. И оно у нас уже не будет отключаться, пока мы не нажмем кнопку выключать подсветку. Сейчас вот у нас надпись выключать подсветку. Запускаем в режиме оффлайн симулятора. Здесь у нас срабатывает, но почему-то в режиме эмулятора... Может быть, я просто не дождался, может быть, это и работает, но подсветка здесь не выключается. И яркость подсветки. Здесь вот, допустим, попробуем ввести значение 100. Enter. Это у нас меньше минимального. Вводим значение 150. 150. Enter. И вводим значение новое 450. Здесь мы не видим, чтобы яркость подсветки изменялась. Итак, время уже у нас прошло больше минуты, это точно. Подсветка у нас не выключилась. То есть мы понимаем, что таким образом мы можем оставлять подсветку постоянно включенной. И можем... В следующих видео я постараюсь снять о том, как можно управлять подсветкой. Допустим, программируемые реле не выполняют никакие действия. Подсветку можно выключать. Программируемые реле выполняют какие-то действия. Выполняется какая-то работа. Подсветка должна быть постоянно включена. Дальше загружаем в панель оператора ту программу, которую мы сделали. Сейчас панель оператора перезагрузится. На панели оператора зеленая кнопка на отпись «Не выключать подсветку» приглашает нажать. И все, мы не будем выключать подсветку. То есть у нас поменялся цвет, то есть поменялась отображаемая картинка. По умолчанию у нас сразу яркость 450 установилась. Нажимаем и предположим устанавливаем яркость 150. Да, подсветка значительно потескнела. Вводим значение 200. Подсветка стала ярче. Значение 300 еще ярче. И значение 450. Подсветка совсем яркая. То есть мы таким образом еще управляем яркостью подсветки. Ну на этом наше небольшое видео завершаем. Постараюсь снять следующее видео, как можно управлять подсветкой с помощью... Постараюсь. Постараюсь.